добрый день добрый вечер давно я не выступал в одиночном разряде на своем канале не было времени знаете занятость серьезно не дает возможность часто выходить в эфир юрий рашкин я выступаю часто каждое воскресенье у себя не получается но сегодня нашел время и считаю что надо время находить потому как у нас события серьезные приближаются выборы президента соединенных штатов май месяц заканчивается июня дворе вы знали нас слышали что намечаются дебаты кандидаты возможные кандидаты но скорее всего что они будут кандидаты президенты дональд трамп и джо байден согласились на провести дебаты довольно таки рано в июне нынешнего года но я думаю что ничего не помешает хотя трамп выражает там свои как всегда у него свои требования новые пытается найти но тема моей передачи как раз она касается сегодня именно трампа я бы хотел бы даже и называть может и нормальный человек голосовать за дональда трампа и те кто меня сегодня услышит мы сделает для себя вывод и ответит на мой этот вопрос каждый имеет право на свое свое мнение почему я ставлю так вопрос потому как выборы судьбоносные а дональд трамп верен себе на днях выступая в нью-джерси трамп заявил что джо байдена окружают фашисты в окружении президента фашисты нацисты но я думаю что многие из вас знают кто окружает президента байдена знают именно блинкина салливана знают союзников байдена в конгрессе чака шумера чак шумер блинкин это этнические евреи но дело не в том что они евреи потому что евреи тоже могут быть на стороне зла и подпитывать фашизм как сегодня в россии вы знаете господин ковальчук галактический еврей один из близких соратников путина который постоянно настаивал на нападение на украину так что или владимир соловьев российский штрейхер который оправдывает злодеяние россиян в украине так что это или там друзья путина ротенберге так что евреи это не панацея того что человек не может стать фашистом и кстати один из близких союзников трампа и его чиновников и советников первую каденцию стив миллер это известный американский нацист еврей чьи родственники но редкие приехали из белоруссии а это сейчас буду об этом говорить это один из близких трампу фашиста я вот поэтому хочу сказать что когда утром заявил на днях чтобы айден окружают фашисты все это конечно булшит по-американски или фуфло по российски украински это полная галиматья полный бред который несет президент бывший президент трамп давайте посмотрим на кто же именно является кто окружает на самом деле в окружении президента экс-президента кто является фашистами потому что эту информацию мы и обсуждали моих передачах и передачах юрия рашкина однако знаете как вся информация на часто бывает в одно ухо входит в другое выходит и нужно постоянно повторять чтобы люди понимали какая какое зло в лице трампа может прийти власти в америке я напомню вам что трамп когда пришел в белый дом семнадцатом году три его самых близких советника это известные американские ультра правые их можно сказать что они исповедуют фашистскую идеологию вот не нужно ничего выдумывать один из них это архитектор победы трампа на выборах шестнадцатого года стивен бэннон бывший главный редактор сайта брейдборд это ультра правый сайт на котором часто можно было встретить людей которые выражали неонацистские антисемитские взгляды пусть вас это не удивляет то что например стив миллер еще один советник трампа был довольно знаком с с бэноном и он уже впоследствии стало известно что в ходе кампании шестнадцатого года он лично рассылал электронное послание на сайт брейдборд где предлагал телеведущим ведущим этого ресурса пропагандировать идеи превосходства белой расы сегодня в америке эти супремасисты они слились в экстазе с американскими неонацистами потому что один из их лидеров кстати это однокашники и идейный наставник стива миллера ричард спенсер это сегодня но можно его включить в тройку самых известных американских неонацистов это он организовал мал марш один из организаторов марша в шарлотсвилле 2017 году где вы если вы кто помнит эти кадры их можно найти в интернете как и молодчики из восьми американских организаций неонацистов маршируют по этому городу в штате вирджиния кричат с факелами кричат евреи нас не заменят россия права юг восстанет вновь сама эта кричалка уже можно сделать вывод какая идеология в головах этих этих людей мы здесь сам важен факт организаторов это что спенсер организовал этот митинг и кстати после но это было семнадцатом году и в этом же году когда трамп формировал свой кабинет и своих близких ближних сына близких советников ближний круг там миллер написан миллер а спенсер написал из у себя в сетях как бы открытое такое письмо трампу где он поблагодарил но избранного президента за то что он взял свое окружение предоставил достаточно высокая скипост стивену миллер он писал что это мой друг мы вместе учились в университете дюка в северной каролине я оказал огромное влияние на мировоззрение и идеологию стивена миллера там это как бы это было уже очевидно было когда лидер американского нацизма так сыпет комплиментами и трампу и так восхищается ну и трампом и должное что он взял к себе однокашника которая также исповедует такую же идеологию что и господин спенсер то есть номер можно уже сказать назвать два человека вот когда трамп говорит там что байдена там какие-то фашисты все это конечно галиматья но то что у трампа реальные в окружении были самом начале его каденции у него было три фашиста третий это как бы он сам себя фашистом не называет это венгерский иммигрант себастиан горка он себя не скрываешь там ультраправый по идеологии но эксперты заметили не случайно заметили раскопали потом эту всю историю что когда на инаугурации трампа горка пришел на этот вечер и у него была такая медаль заколка медаль заколка которая вручается членом из такой венгерский орден который организовал венгерский пособник гитлера хорти кто помнит немножко знает историю второй мировой войны и хорти организовал орден витязи орден и видите здесь считается про фашистской организации вот горка не знаю с какого ума но он видимо считает что это нормально и он вот пришел и на этот вечер с этой заколкой но эксперты сразу же увидели что это такое и потом рассказали об этом но и горки потом пришлось покинуть белый дом к такой был скандальная ситуация но сам факт понимаете что и бэнон тоже помнит все эти перипетии формирование кабинета у трампа была постоянная чехарда вы столько людей приходила уходила занимали министерские посты и оставляли их но сам факт что трамп себя окружил самом начале своей к политического не карьеры начала работы белом доме тремя персонажами которые либо связаны с неонацистами либо сами эту идеологию приветствую но я вам снова напомню что когда шел благоразводный процесс стива бэнона известная известная информация на этом процессе там были сцепление сторон и жена не знал что будет президентом трампа бэнон будет понимать в активное участие в карьере политической трампа она сказала что вот когда мы собирались и обсуждали где учиться нашим дочерям калифорнии там были ряд школ была очень хорошая школа я предложила эту школу на что мой муж сказал ну как это как мы можем послать нашу дочь в эту школу не очень много евреев евреев они просто испортит нашу дочь нельзя нашей дочери общаться с евреями в таком вот так тесно это будет пагубно повлияет на ее мировоззрение ну понятно что те которые так заявляют он он не скрывает своего не он скрывает конечно бэнон не особенно хотел об этом пространяться но ты человек который действительно исповедует такую нацистскую идеологию и он и стивен миллер и горка они все трое были первыми советниками трампа потом из этих скандалов он а двоих ему пришлось избавиться это от бэнона и от горки амиллер остался и многие считают что именно вот такая жесткая антимиграционная риторика трампа то что было сорвано свое время эвакуации афганских беженцев и вообще вот иммиграционная политика это все было на на совести бэнона но интересно здесь другое интересно здесь другой чем я все время тоже рассказывал но я напомню что трамп проявил свое про фашистская право нацистское сочувствие может так сказать я с ним не общался когда мне говорит миша ты что кто то ты знаешь что трамп антисемит я не могу это утверждать на эти личные беседы у меня с трампом не было я напоминаю всегда несколько фактов которые об этом говорят сами за себя май семнадцатого года если я не ошибаюсь мая 5 мая не апрель трамп у власти несколько месяцев и он подписывать распоряжение которое запрещает мне мониторить деятельность американских неонацистов если принять во внимание что кажется с 2000 по 2015 год от рук неонацистов в америке погибло более 100 человек то очень понятно почему вот и фбр и полицейские управления они решили более жестко надзирать над членами американских неонацистских организаций и была создана специальная межминистерская группа которая занималась мониторингом деятельности нацистов там придя к власти второй или третий месяц он подписывает распоряжение прекратить это мониторинг понятно что это было я не думаю что это было как это лично инициатива непосредственно трампа но миллер который связан с на нацистским движением хотя он сам отпирается постоянно но из его дела говорят сами за себя но я сказал в начале передачи открытым письме ричарда спенсера к трампу где он благодарил это лидер американского неонацизма один из лидеров который благодарил трампа за то что он пристроил к себе вот своего однокашника спенсера человека который исповедует те же самые идеи и вот я думаю что под совет один из первых советов миллера было обращение к трампу чтобы он разрешил деятельность неонацистов без всякого контроля со стороны федеральных властей ну трамп на это пошел это группа была была распущена я как раз напомню матери я случайно его обнаружил в одной из газет он стал проверять я выходил на сайт американских нацистов я не очень благодарили трампа за такое вот участие и даже были стану комментарии что что мол наш человек пришел в белый дом такая похвала да не случайность нацистов наш человек белом доме он не может выражать свои симпатии к нам открыто но мы же понимаем они писали что если без без году неделя президента у нас взял нам дело такой подарок пройдет не так много времени 17 год марш на у нацистов шарлаттсвилле которым я говорил на как вы знаете вот от марш и там были было папа были погибла погибшая дева женщина я задавил наверное у нацист там были противостояния и был была попытка неонацистов да вот некоторые мои русскоязычные коллеги американские вот на телеканале fox на 2 да что там нормально да так тихо при себе просто гуляли это как 6 января 21 года просто ворвались в конгресс просто там все покрушили просто избивали полицейских гуляли туристы ты гуляли туристы по конгрессу и кого-то избивки сбивали там заходили в кабинет и кричали нужно повесить пенса дайте нам пелоси и шумера мы с ними расправиться туристы себе гуляют а по ходе там хотят кого-то замочить так вот сша роцвилле семнадцатом году вот это была демонстрация этих вот на на у нациков и они них были в планах не все об этом знают намерение устроить погром местной синагоги они туда туда двинулись там часть их отделилась и пошла на синагогу но и навстречу вышли местные жители а также некоторые члены антифы у нас наши русскоязычные миграции да и в америке правые сюда любят показывать на антифу какие-то страшные люди на самом деле антифа их главная задача и главная цель это борьба с неонацистами на уличные противостояния я читал их высказывание это нет такой организации антифа это различные организации может крайне левого анарктического толка но они ставят перед собой задачу именно противодействие нацистам уже это одно я считаю делает их куда более приятными для нашего восприятия чем неонацисты и на совести антифы нет убитых нету нет таких призывов к истреблению евреев что у неонацистов само собой разумеется антифы у нас где-то 20000 нацистов уже скоро по 200 тысяч подойдет в Америке кто этого не знает я еще раз буду я буду это повторять повторять как Катон старше про Карфаген у нас в Америке до 1000 организаций называют группы ненависти львиная доля где-то 800 организаций это организации белых неонацистов супремасистов бритоголовых кукол кукол склайн ультаправые милиции организации отец отелей холокоста церкви неонацистские ну конечно в кавычках такая вот сброд у нас их 800 организаций а если брать чистых ну я так я брал отчеты не некоторых американских университетов где-то 150-200 тысяч то есть 20000 членов этих организаций которые под шапкой антифа и по 200 тысяч нацистов которые состоялись членами разных организаций кстати я вот делал я писал в своем и в газете у себя в рекламе и мне было передача у Юрия Рашкина где я вот об этом рассказывал насколько насколько у нас сейчас в америке расцвет новые молодые организации неонацистов особенно выделяются два штата это техас и флорида флорида особенно это сегодня парадайз рай для возникновения американских неонаций а тамошний губернатор бывший кандидат президенты десантис он на это смотрит вот так человек который победил бы и что он обещал то он себя таким рисует защитником американских свобод но это все конечно полная ерунда потому что программа которую шел десантис это было именно ограничение американских свобод но вот это что я вам говорю что в флориде расцвели американские молодые но новые организации неонации и парится палец губернатор не принимает на и по что на свобода слова вы это понимали в америке можно говорить все что угодно неонацистской идеологии у нас не запрещается можете выйти на улицу там кричать что вы сторонник гитлера если вам по башке не дадут но а так пожалуйста не можно сайты открываете можно литературу выпускать и есть сайты еженедельно пожалуйста делайте что что хотите так и себе ноутся к трампу вот его окружение вот семнадцатом году вот такая вот была был маршар латвилле которая показала до первые в истории америки они так вот открыто маршировали ну нет может быть не впервые должен но я нет не совсем точен потому что 30-е годы американские нацисты также открыто себя проявляли просто повезло что в те годы америке фашизм не возобладал шансы были кстати тогда 30-е годы вот у нас есть нью-йорке мы здесь на спирт гардене вот такая организация нацистская как было и которая организовала все эти вот демонстрации спокойно у них был съезд центре детстве не проходят футбольные хоккейные матчи концерты вот они там проводили организатор вот кстати там один американский еврей он рискует своей жизнью он туда проник пытался нас когда напасть на лидера этой организации у него не получилось либо там известки избили это все оказалось прессе люди бы возмущались вот с тех пор постепенно их там и в америке постепенно прикрыли на сам факт что собирались открыто вот я помню вот как воспоминал вспоминали уже очень пожилые евреи после событий с 18 года когда было нападение на синагогу в питтсбурге не было убит 11 евреев они вспоминали вот как в детстве они проходили с родителями возле ты нашего медицинской гардена в нью-йорке и там стояли эти фашисты и были кучи нападения на евреев избивали евреев пусть это было в открытую просто повезло тогда что так стечение не дала им развиться хотя в америке было очень сильно на подъеме нацистское движение и движение америка прежде всего летчика линберга трап у него много чего позаимствовал в лозунгах все было отец коврин был такой пастор выступал тоже с такими профашистскими речами так что у нас америке я ошибаюсь как бы сегодня мы возвращаемся в те времена можем скорее всего вернуться можем вернуться потому как там он подает сигналы я вам скажу что вот знаете многие наши евреи мигранты с ними общаюсь как-то к этому относятся знаете как снисходительно много говорят всякой вот когда вот студенты выступают вы знаете у нас колумбийском в разных вузах страны против этика израиля выступают они и большая часть студента все-таки выступает не не за хамас нужно это признать они выступают они считают что израильское руководство должно прекратить эти боевые действия потому что погибают гражданские лица ну вот здесь антисемитизм там присутствует но чаще это даже не студенты это больше провокаторы которые запроникают всякие элементы такие исламистские вот они больше эти лозунги антисемитские выдвигают но что интересно это возмущает людей понятно возмущает когда там не дают евреям проект студента проходить на занятии там лозунги это это людей как-то знают это люди видят а вот фактор я постоянно об этом где где могу говорю я напоминаю вот ноябрь двадцать второго года это все в развитии того что трамп заявил что байдена там нацист а его одни ангелы окружают на самом деле я назвал уже три человека которые являются либо сами нацистами либо симпатизируют нацистам либо каким-то боком к ним имеет отношение трамп приключил свой кабинет плюс нужно что добавить майкла флина майк флинн который был трамповский первый но недолго просидел на этом посту помощник по национальной безопасности трамп тоже самое в ходе компании шестнадцатого года трамп он постоянно делал там не постоянно но время требования ставил копии разных антисемитских там заявлений на но одно из было перепостил один комментарий где было написано там когда никогда больше евреев власти не допускать евреев власти это ну вот это было он тоже его взял себе в окружении кстати сегодня флинт возглавляет организацию которая называется проснись америка и кстати я и считаю крайне антисемитской и неонацистской потому что если посмотреть кто в эту организацию входит всего это не уже последние годы такие туры проводят вот майк флинн он проводит в туры я как бы забегаю ну и о нем хочу пару слов сказать что было понятно кто был близкий круг трампа и кстати этих же людей трамп видит у себя лично об этом скажу вот этот майкл флин организуют разные поездки по стране во флориде не были в неваде и в этой организации состоято отпетые нацисты когда об этом становится известно и как-то старают их временно удаляют но появляются новые эти там там их целая там целая группа интересно чтобы во флориде когда вот был этот тур в прошлом году вместе с нациками на трибуну подняли поднялась чета эрик трамп и лора трамп ну лора трамп вы знаете это сейчас она ее трамп продвинул на пост главы нас комитет республиканской партии и ей было не западло лори и эрику стоять рядом с с ублюдками то есть они обидем и разделяют эту идеологию мой как еще может быть по-другому если их отец в 2022 году в ноябре когда трамп заявил что выдвигается на пост президента первыми гостями это я считаю это самый такой показательный пример что собой являет трамп можно говорить все что угодно про студентов эти но студентов они по выступали и разойдутся а вот президент нацист а я считаю что мне не скажут что я ошибаюсь давайте посмотрим вот трамп заявляет что он выдвигает себя президента и первыми гостями которые первые гости которых он приглашает себе в имение а у трампа масса советников его не ну он не особенно конечно человек грамотный трамп но он хорошо осведомлен кто такой кенье уэст многие его мире знают это миллиардер рэпер сегодня он часто со своей женой эпатирует публику выставляю и полураздеты или раздеты я даже не в этом а в том что свое время и до сих пора уэст он взял себе псевдоним йо ему так нравится йо вашу мать но взял йо и этот йо постоянно выступает с антисемитскими заявлениями то он выступает с ними там без слова назад то опять но не скрывает что он сторонник поклонник гитлера он симпатизирует адольфа гитлера он заявлял что он объявляет войну евреем что все бедствие бедствие в мире из-за евреев и с ними нужно разобраться а второй человек которого он взял с собой они с в гости к трампу я вам скажу что если мы с вами пожелаем попасть на прием трампа нас вами не пустят поверьте мне нас и если даже нас захотели бы нас так бы проверили вы понимаете рентгенов наши мысли о чем мы такие случайные люди такие места не попадают его трамп первое потеряю он пригласил себе нет ни сенаторов не этом глава республикантного лидера республиканской партии ты выдвигаешься в президенты ты приглашаешь первыми от петых ублюдков это вест а второй то николя фуэнтес о нем тоже я рассказывал но не грех повторить еще раз николя фуэнтес американский неонацист который заявлял и заявляет что американских евреев нужно драной метло из америки выгнать чек который заявлял вот о том что он бы с большим он отрицает холокост и он говорит что даже если и соглашается и были и да и случае что евреев сжигали там в печах крематория то для него эти он себе фантазирует ему эти евреи которые сжигали напоминают пекарни где готовят хлебоболочные изделия евреи как печеньки мы напоминают это как в печах вот такая у него фантазия чек заявлял что он бы с большим удовольствием вышел бы на площадь положил бы еврейские священные книги достал бы свой член и помочился бы на всю эту литературу насколько она ему неприятно настолько он их ненавидит не так давно прошлом осени прошлого года он заявил о том что каждый еврей который катекует байдена фон трампа и которая собирается голосовать против трампа заслуживая смертной казни ну наверное думаю что возможно что трампу донесли что есть такой очень интересный персонаж вот эти вот два человека приходят к трампу мне вот иногда пишут миша ну как ты можешь считать что трамп там антисемит что он там с нацистами у него же дочь приняла иудаизм у него внуки вот кстати я бы сказал что трамп этот брак не хотел я об этом буду повторять да может быть хочу повторяюсь это нужно чтобы люди это пор поняли когда они мне говорят что у трампа дочь иванка она поняла иудаизм сам трамп был категорически против этого брака но так получилось что дочь его не послушала и вышла замуж за джерада кушнера я вот так себе представлял вот если трамп такой уже принципиально ему так и он же сказал мать и когда он с ним я поужинал после окончания ужина он сказал коньи уэсту показывая на фуэнтеса этот парень так меня впечатлил я впечатлен какой парень к эти человек который заявлял тебя дочь еврейка но приняла ги юр у тебя внуки евреи а ты заявляешь какой хороший парень который хочет всех евреев уничтожить из америки выгнать который хочет надругаться на талмудом и торой до которых который отрицает убийство 6 миллионов евреев это нужно было бы то я так думаю да такой принципиальный додик квинсовский но взял бы пригласил бы свою дочь с евреем супругом с внуками чтобы этот вот ублюдок фуэнтес рассказал бы им свои теории чтобы чтобы сидел и сидели и слушали его байки какие евреи ужасные как нужно с нами евреями расправиться как нужно нас уничтожить ну ты уже его пригласил понятно что такие вот ужины они же не просто так бывает трафик подавал к сигнал он не идиот он должен был принять во внимание какая будет реакция конечно я вам скажу что не было такой сверх реакции хотя уже сам факт ну и в еврейской общине конечно было но американская нашей русскоязычной общине на это почти не отреагировали я как знаете как один в поле воин но один в поле не воин как есть так помню эту книгу доль михайлика я любил ее в детстве читать осталось памяти а так знаете как бы прошло вот я когда об этом говорю нашим евреям ну и что ну и как когда были выборы 16 20 года я рассказывал меня есть знакомые друзья им пишу ребята мы трамписты трамп трамп игр на что а как вам то что трампа поддерживает праут бойс например но вы не знаете ребята вас нет информации про американских нацистов этим не занимаетесь на праут бойс были на слуху на дебатах я вам говорю что вот один из лидеров праут бойс свое время сказал что нам надоело перед евреями расшархиваться мы евреев ненавидим мы право бойс евреем ненавидим это говорил че которая занимается уличными боями с антифой тут он организует все эти уличные эксцессы мы ненавидим язра и мы ненавидим евреев почему мы должны перед евреями оправдываться за на за нашу ненависть к ним мы их ненавидим было бы правильно вам сказал назвать нашу организацию не праут бойс а праут бойс гордые гои знаете я когда рассказывает о своим друзьям и что тут такого это евреи как что тут такого организация антисемитская с трамп с ними заодно когда возле белого возле конгресса 6 января стояли молодчики с футболками 6 миллионов недостаточно мы охрана радио лагеря аушвиц смотрят наши я знаю некоторые наши евреи поехали трампа защищать не видимо тоже это видели есть у нас мы там мы с ними если меня доступал перепалки но если те люди которые себя видимо считают борцами с антисемитизмом вот он им антисемитизм у них вызывает на понятное и у меня вызывает понятную реакцию как же вы можете быть за трампа если трамп спокойно к этим людям относится тем кто с этими футболками стоял он называет теперь этих людей что-то заложники которым некоторых арестовали как вообще америка на нормальный еврей нормальный человек я думал вот начале передач как может нормальный человек отдать свой голос кандидату в президенты который приглашает к себе вот таких вот уродов и заявляет что он ими вдохновляется ими вдохновлен это может быть нормальный человек такой белом думы нормальные люди нормальчик я не может поддержать вот так вот вот такого кандидата в президенты он же посылал сигнал этот сигнал был услышан понимаете это же не просто так он взял и к себе это ну вот заходите там ребята поужинаем не плевно нацисты не нацисты это кандидат президенты он отлично должен понимать так не глупый он может быть недалекий и неграмотный но он не глупый понимаете человек он отлично давал себе отчет какая какой будет резонанс но видимо для него было важно донести до того до той части электората для которой симпатизирует вот таким вот фуэнтесом вестом американским нацистам это видимо немалая часть нашего электро мы себе это не отчет этот не отдаем что кандидат президенты не может просто так пригласить себе людей которые выражают идеологию адольфа гитлера это показательно такой человек не должен быть уважаемым по опросам я сегодня смотрю мы пока трамп в ряде опросов он опережает байдена и видимо этой аудитории это все равно кто у нас есть кто кстати двадцать третьем году трампа поддержал на выборах еще одного отрицателя холокоста из северной каролины этот афроамериканец он вице губернатор фамилия вас не марки его его зовут фамилия он сейчас на что вылетела из из головы вот он его поддержал этот человек будет баллотироваться в губернатора знаете трамп у него линия такая он поддерживает ну как может человек который себя называет другом израиля который постоянно возмущается трамп возмущается каждый год хотя бы раз в год трамп обращается к американским евреям с упреками почему вы меня не поддерживаете вы такие нехорошие люди вы должны меня поддерживать а как американские евреи могут поддерживать потоком на может быть только нет нет ни домыслы как могут американские евреи поддержать человека который приглашает к себе на ужин ненавистников их народа как это может быть надо быть чистыми идиотами чтобы поступать иначе как можно приглашать марк роббинсон как можно вспомнил фамилию как можно поддерживать кандидатов в президенты если ты обнимаешься с марком роббинсоном это сейчас но вице-губернатор северной карлина субликанец редкие редкие черные но бывают такие же субликанцы он собирается баллотироваться в губернатор он победил на праймере с прошлого года и трамп его поздравил и сказал это мой выдвиженец робертс марк он отрицатель холокоста он заявляет что холокост и убийство евреев это был вздор это все мифы трамп его поддерживает также я вот вопросы нашим русскоязычным евреями мигрантом как же вы можете быть за трампа если вас так возмущает антисемитизм что понятно если мы по многих семьях наших нас есть родственники которые были замучены гитлеровцами это это не это не мифа говорит роббинсон или как говорит спенсер лика говорит ник фэнтис это реальность мы с ней мы о ней знаем это живет в наших сердцах а ватте заявлено трамп и носу я этих людей поддерживаю вы получается вот такая вот ситуация с тем кто есть фашист это что трамп заявил на днях не уже точно байдена фашист это все конечно это булшит сожалению понятие трампа в этом говорить неоднократно это называется вообще самины сели график называется шизофашизм когда настоящие фашисты а вот они обвиняют своих оппонентов фашизме который не является и близко никакого отношения не имеют фашизма но их обвиняют настоящие пошли как вот баджерик грин из нижней из фото представителей те которая выступала с антисемитскими заявлениями которая выступала нами на была конференция неонацистов организованная ником фэнтисом и там она пришла она и другой конгрессмен из аризоны полгазар полгазар по по телесвязи выступил а грин стояла обнималась фэнтисом и держала речь перед неонацистами но она же называет других вот нацистами что там в украине нацисты украина там фашистское государство это не есть шизофашизм и трамп такой типичный представитель этого шизофашизма эти но то не нет ни один только косячок дональда трампа как могут голосовать нормальные люди за эту персо этого человека если известно что последнее вот время вот начиная с ноября трамп приложил все все усилия тем чтобы не допустить помощи украине страна обливается кровью не хватает снарядов не хватает ракет для пво российские ракеты уничтожают гражданские объекты убивают детей стариков женщин украинцы просят дайте нам оружие там говорить но я ничего мне дам что он не так он он не прямо так говорит он говорит как бы окивоками но вот если брать последний до месяца 7 8 даже до ноября прошлого года до этого трамп выступил на одном из вы митингов своих предвыборных и он заявил там что первый раз я обращаюсь своим соратникам конгрессе не принимайте никакой закон помощи украине пока зеленский мне не предоставит компромат на байдена это уже мы знаем это было это было основание для нового из импичмента но вот опять двадцать третий год рамп выступает трамп знает какие проблемы на фронте в украине знает нехватку боеприпасов знает то что украинская армия скутывает снарядный голд он заявляет пока не дадите мне компромат я я запрещаю вам принимать закон который бы помог бы финансовой и военным путем украине ноябрь октябрь не байден выступает с предложением людям часто не об этом они знают и в украине не вот есть мои друзья которые говорят что столько трампистов которые в этом все понятия не имеет как все происходило нужно людей просвещать потому что тогда байден когда уже заканчивались уже деньги он предложил законопроект на сто шесть миллиардов долларов с тем чтобы помочь украине израилю тайваню украинцам украине же полагалось более чем 60 миллиардов долларов как ни было нет этот закон не принять но есть один человек который имеет серьезное влияние на наш конгресс и он дал указание ни в коем случае не принимать и пошло время месяц два украинцы без снарядов российские войска наступают на авдеевку нужны снаряды вот давай нет помощи никакой нет при этом ставятся условия я вам напомню поставили условия демократам там ребята мы не можем их коллеги республиканцы никакого закона не будет пока не будет иммиграционная реформа кстати в этом законопроекте байдена на сто шесть миллиардов было предложил более чем четырнадцать миллиардов долларов на меры по безопасности границы казалось бы ну вот пожалуйста вот деньги вы же так вяжите что не хватает денег потому что байден ничего не делает хотя я вам скажу что по данным ката и известный суд катона в америке при байдене депортации было в разы и в разы больше каждый месяц чем взять три года трампа три года байдена при байдене в разы было больше депортации чем при трампе а при трампе есть отчет этого института известного мозгового центра те кого задерживали наши пограничники миграционная полиция при трампе отпускали на просто идите потом явитесь в суд намного чаще чем при байдене а у нас было судилище над министром госбезопасности майорка со вы ничего не делаете как же грима майорка но вот же документы сколько мы депортировали сколько задержали давайте сравним с вашим президентом который был и мы не будем ничего сравнивать или люди трампа импичмент тебе и все понимаете но я не прошел в сенате но вот так он делались дела и когда демократы согласились все таки ну давайте окей мы наступаем на горло собственной песни у нас будут проблемы ноябре нынешнего года но ради украины мы готовы пойти на серьезные уступки и сенатор лэнфорд из оклахомы предложил законопроект подсказала лидер меньшинства республиканского мич макконов это был это самый лучший законопроект за последние почти полвека мы такого законопроекта больше не получим никогда если вы сейчас не согласиться пока укроп пока демократы так радеют за украину и готовы пойти нам на класс на серьезнейшие уступки давайте принимать и казалось бы консервативный сенатор написал консервативный закон лидер меньшинства рад счастлив давайте принимать а трамм говорит нет не надо ничего принимать потому что если вы сейчас примите этот хороший закон вы мне подорвете возможность обвинять байдена том что он ничего не делает на границе не принимайте закон а как же помощь украине да пошла надо по трампу пошла нам нахер мне 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 важнее свои дела ну тут демократы пошли другим путем они предлагают закон на 95 миллиардов долларов и сенаторы сенаторы республиканцы и тут у них раздел получился люди митча макконнелла согласились демократами а 35 сенаторов республиканцев мне не согласились не надо трамп сказал мне не надо причем макконнелл же сказал тогда вот когда этот был готов этот закон лекварда по иммиграции он сказал великолепный закон какой классный закон для нас консерваторов но вот рам против а он наш кандидат президент и мы не можем ему перечить понимаете кто стоит за всем этим этими полгода затяжки помощи украине но сенат принимает на 95 миллиардов отправляются в нижнюю палату и там опять начинается это тягомотина тягомотина длится российские войска наступает украинцы теряют жизни гражданских военных и только уже когда трамп понял это не то что там спикер джонсон так уж постарался дави но же трампу поехал и трамп ему сказал ну хорошо ну давай что трамп посчитал что это дальше и он сам будет терять очки в рейтинге нужно понимать другое нормальные люди понимают чтобы почти 7 месяцев задержки помощи украине стоили то есть не колоссальных жертв не было бы потери авдеевки не было бы все бы все поступило оружие вовремя финансирование как могут нормальные люди просто голосовать за трампа если у них душа болит за украина я очень часто общаюсь с нашими людьми выкатываться с украины миша конечно она нам мы болим болеет сердце за одессу за киев за харьков так как думаете голосовать за этого человека я бы назвал его не человеком который вот так вот себя ведет мы все иммигранты а в марте еще один одна мысль для нормальных людей не голосовать за этого я бы сказал бы кого там поступает в агайи заявляет что оказывается иммигранты они портят кровь нации иммигрантов очень много нелюдей сказал животных и нелюдей это кого он имел ввиду трамп сам супруг двух женщин иммигрантов его дети это дети иммигрантов и чехии из словении но трамп видимо имеет ввиду других выходцев из стран третьего мира которых он называет сиху вонючие дыры как можно голосовать вот за то за такого человека который ненавидит многих которые иммиграции то он заявляет из я стану президентом я построю костнагеря для иммигрантов оторопе берет когда вот так такое вот слушаешь про такого вот человека и поэтому нормальный мой вопрос как можно голосовать за вот за 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 такое понимаете как можно голосовать за него я тут вам я напомнить хочу вот люди которые тот ран где я приду класть или многие люди вспоминают некая-то не какой-то не ностальгии время которое было при трампе но при трампе единственно что было туда не было к вида и был более-менее дешевый бензин все все обещания трампа в экономике выполнены не были как сказал его советник по нас безопасности джон генерал джон келли который кстати тоже может так так тоже я просто немножко отступлю сторону трамповский документ вот два документа особенно последний программа 2025 и повестка 47 которых трамп публикует план что он собирается сделать с америка это план авторитарного фашистского переворота все почитать его внимательно не было в истории президента который бы изначально планировал массовые уголовные преследования своих оппонентов генерал келли кстати он и тоже оказался под раздачей вот не только там байдены там или герланд или брек это прокуроры за что трамп хочет келли уголовно преследовать если он придет в власти за то что келли рассказал что время поездки во францию до благодать но памятная дата 1717 17 год мы знаем америка вступила войну на стороне антанты 1917 18 год вот там 18 18 18 год когда американцы начали активно помогать вот они ехали на кладбище где похоронены американские солдаты и там заявляет келли генералу солдату те кто там похоронены все знаете все лузеры неудачники лохи и в той же беседе он стал позитивно отзываться об адольфе гитлере теле это вспомнил прошлом году трамп на него озверился и говорит что если я приду к власти вот я с ним разберусь знаете генерал вспоминает беседу с трампом насчет гитлера видимо предупреждает и нашу общественность а трамп его хочет уголовно наказать за то что человек человек вот так вот и вот плане 2025 у трампа там по пунктам что он собирается сделать с тем чтобы америку перевести на авторитарные рельсы можно нормальные люди которые при демократии поддержать такого президента люди которые сейчас за него там в вопросах им очень хочется почувствовать вкус авторитарные власти я хочу этим людям сказать если меня услышал что это очень будет неприятный вкус особенно тем кто прибыл из советского союза мы хорошо помним авторитарную власть тоталитарную и есть такой лозунг в россии можем повторить вот они пусть там пытаются повторять а нам это зачем чем нам в америке на вкус второй вариант дежавю с авторитарной властью сегодня кстати публикован материал стран выступал вчера на такая была там был митинг национально-сульковой ассоциации у трампа спросили сколько сроков вы хотите быть если вы выиграете сколько сроков вы собираетесь быть белом доме были разговоры что трамп придет и не уйдет как владимир путин там как он собирался 21 двадцатом году в первом начале года не допнил не хотел уходить с белого дома но трамп сказал был вопрос два срока или три ну дело в том что у нас есть 22 поправка нашей страны соединенных штатов чтобы которая предусматривает что президенты могут быть белом доме два срока утром был один срок если он выиграет ну еще один но трамп размышляет и о трех вот когда у него спросили вчера вы собираетесь еще баллотироваться он говорит я пока не решил но раньше трамп заявлял что он не будет там три срока но дело в том что если трампа желает три срока это будет у нас означать на падение на конституцию то есть трамп он и он и раньше так заявлял что к нему конституции не писано и он будет пытаться менять некоторые полоски конституции но вот видите вчера он заявил что он раздумывает он сказал ну почему рузвельт мог быть четыре срока а я нет ну трампу эксперты на это на этом витинге не там кричали давай три срока давай больше но эксперты ему напомнили что у нас есть конституция 22 поправка ты не можешь быть больше чем два срока ну трамп говорит закон не не писан и мы это знаем по этим по всем судам которые идут сегодня что трампу закон не писан ему говорят нью-йорке судья закрой рот ты я издал распоряжение ты должен молчать а трамп посылает его на три буквы и он понимает отлично что судья бы каждого из нас любого из нас за такие его поведения мы бы оказались бы за решеткой а трамп себя ведет нагло хамски потому что некоторые эксперты говорят что если сейчас судья мерчан посаде трампа за решетку то у нас могут быть на вооруженные выступления на улицах будет там бунты и прочее внутрь и трамп постоянно это говорит кровавая баня эти люди люди чем могу сказать не каждый из американцев вообще в любой стране мира обычный человек не мне вникает подробности в детали он забывает ему это он что на другом думает но я вам скажу что когда трамп шел к власти еще в шестнадцатом году он тогда уже произнесло слова кровавая баня он говорил что я не могу проиграть хотя в шестнадцатом году по всем опросам и он сам потом об этом говорил что я не не верю что я выиграю если ты не веришь ты выиграешь но на публике ты заявлял я не могу проиграть если я проиграл значит мои враги все по потасовали и итоги я выведу людей на улице человек знал аутсайдер него не было шанса но они потом появились там есть разные причины почему он выиграл но сам факт там заявил что я устрою то-то и тут и слова кровавая баня с ним он повторяет неоднократно уже повторял нынешнем году кто помнит двадцатый год на вопросы к трампу вы признаете поражение на выборах трамп не ни разу не сказал да я не могу проиграть себя проиграем значит это все потасовали мы знаем чем это закончилось штурм конгресса и сегодня опять та же самая ситуация спрашивают у трампа вы признаете поражение опять молчание опять нет опять разные эти окилоки и трамповские его кандидаты в президенты что лист стефаник из нью-йорка что тим скат из южный калина сенатор она конгрессмен них спрашивали вы признаете поражение трампа но если выборы состоятся и он проиграет вы признаете как думать что они сказали ничего они ушли в сторону и честно я вот обращаюсь нормальным людям нормальные люди могут поддерживать такого человека который изначально заявляет что он не признает итоги выборов если он не победит подтасовка угрожает кровавой бане угрожает опять мятежом угрожая тем что он опять людей выведет на улице это сценарий трампа мы живем в нормальной демократии я вас удивляюсь тому что некоторые не их много людей которым видимо не хватает адреналина в крови они хотят вот такой заварушки я вам скажу что в разное время в разных странах были такие люди которым да не хватало адреналина не хватало политической трезвости оценки ситуации как в россии 17 года кто-то хотел адреналин и получили октябрьской революции такой был адреналин что до 91 года выдыхала эта территория этот адреналин понимаете сколько людей погибло кто хотел вот так вот видимо было скучно жить через какого-то адреналина в германии 30-х годов тоже хотели адреналина получили гитлера и массовые жертвы массовые вы творил вторая мировая война и да не нужно этот адреналин ведь трамп показывает сегодня кто он есть на самом деле он друг нацистов он сочувствует американским фашистам сочувствует и при таких примеров много а может сам об этом не говорить но его деятельность человека город его действия чем я вам сегодня рассказал он собирается в америке устроить самом деле госпереворот придя к власти убрать он же сказал свое время сказал его советник бэннон мы пришли в 16-ом году мы пришли к власти с тем чтобы уничтожить американское бюрократическое государство мы его уничтожим и когда вот трамп еще в прошлом году когда его илон маск там его аккаунт не восстановил он на своей социальной сети трусошел постоянно там шли эти он он делал перепосты или там комментарии где его союзники эти вот из его готова культа трампа из мага постоянно писали им надо устроить в америке такую типа культурной революции как было в китае надо перешерстить уничтожить все это глубинное государство всех этих либералов ну и трампу году году если я приду к власти это будет наш последний и решительный бой я уничтожу и демократов и фашистов он у называть фашистов всех кучу и республиканцев по названию и моих оппонентов мы их всех изничтожим и опять-таки вопрос нормальным людям вам это надо вам нужен такой сценарий вы вы не хотите нормальной спокойной жизни человек прямо говорит если я приду к власти я вам покажу как в этом фильме до известном где парада шоу я они фарада мягков фильме гараж когда он уже потерял голосом с плакатом а я я вам покажу вот он прямо показывает сегодня выступая на своих собраниях я вам покажу кузькину мать я устрою в америке и концлагеря и массовые депортации я выгоню всех чиновников не нелояльных его 2025 программа с первым же день я бы припо выгоняю всех министерств нелояльных людей я уже веду списки грей трамп мои люди те кто будет уволен будет иметь волчий билет зачем нормальным людям такое президент только есть только если у нас посетилать вот фильм американцы показывают вирус посещать вирус в стране и масса людей превращается в зомби огромное число зомби зомби по всей стране и там немного нормальных людей как-то выживают и пытаются выжить из-за тавтологии в этой ситуации зачем вам нужно это это такая ситуация в стране сбросить себя этот трамповская марима это это зомбирование которое он вам предлагает ничего хорошего он не предлагает он предлагает в своих программах в америке устроить жесткую авторитарную власть называя своими кумирами путина ким чен и на тизянь пина это нам надо нам это нужно но задать этот вопрос вам это надо ребята вам плохо живется вам нужно вам нужны вот такие приключения которые на свою голову можете получить ноябре 5 ноября подумайте я надеюсь наши встречи продолжатся как мне удастся опять выйти в эфир но буду стараться чаще выходить в эфир для общения с вами всем всего хорошего пока пока